Диксвилл-Нотч, так называется, крохотный городишко на севере США, на самой границе с Канадой. И там началось голосование на выборах президента США. Там это первая точка, где оно начинается. Всего пятеро жителей зарегистрированы избирателями. И все пятеро, друзья мои, проголосовали за представителя партии демократов Джо Байдена. Представляете? Вот, с ума сойти. А еще у меня, друзья, сегодня именины. Вот, так что поздравляйте, если будет на то желание. Вот. Здравствуйте, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, дорогие друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите мой труд независимого совершенно обозревателя, журналиста, блогера, вестника. Вот. Погода какая-то давит сегодня пасмурно и на башку давит. У меня места переломов, черепа разболелись. Меня три года назад машина шандарахнула. Шесть костей в своде основания черепа пробило. И теперь погодные пертурбации я ощущаю весьма остро. Вот. Поэтому плохенько бывает. Вот. Сейчас собираюсь идти к посольству Австрии, где прогремел вчера чудовищный теракт. Погибло уже четверо. И 15 человек получили ранения в результате беспорядочной стрельбы исламистов в центре Вены, где расположена единственная в городе синагога. Вот. Ужасное событие, дорогие друзья. Это отвратительно. Я от всей души осуждаю любого рода рознь. Межрелигиозную, межнациональную, межэтническую. Любого рода, особенно переходящую в такой радикализм. Нам, в многонациональной стране, нам всем, друзья, необходимо быть терпимыми друг к другу. Не просто терпимыми, дружелюбными. И не соседями. Нам надо как-то попытаться превратиться в один народ. Это очень сложная задача. И знаете, очень интересный момент. Президент Израиль предложил Армении гуманитарную помощь. На что Никол Пашинян, президент Армении, отреагировал невероятно остро. Он заявил, что Армении вооружает сирийских наемников, которых Турция направляет в Карабах. А другой рукой, окровавленный, протягивает, как предлагает помощь. Не пора ли задуматься Израилю, на чьей он стороне, каких он себе выбрал друзей. И что это далеко не лучшие друзья. Знаете, на самом деле, честно скажу, я с Николом Пашиняном соглашусь в этой ситуации. Потому что действительно, вот эти чудесные дроны, которые гасят замечательные образцы военной техники, куда более дорогостоящие, вот эти все остроумные военные приспособления, это все израильские технологии, проданные Турцией. И турецкая армия, несмотря на значительную часть старого, открайно старого вооружения, рухляди, она обладает хорошей логистикой войсковой, продвинутыми передовыми технологиями определенного рода. Вот эти дроны, они летают на недосягаемой высоте для комплексов радиоэлектронной борьбы, не дотягиваются до них. Что же делать? Какую выдумку приготовить? Может быть, сделать летающий комплекс радиоэлектронной борьбы? Это была бы хорошая мысль. Вот, ну что ж, можно сделать несколько дронов, чтобы они соединяли сигнал и гасили дронов врага. Но это уж не ко мне, я не конструктор, просто всякие мысли приходят в голову. А вообще, действительно, да, следовало бы Израилю подумать, кому он продает оружие. Вот, все это ужасно, друзья, и печально происходящее в мире событие. И я очень надеюсь, что в России у всех нас хватит здравомыслия жить в мире и согласии. Пойду сейчас к посольству Австрии и посмотрю, происходит ли там что-нибудь. Выражаю искренние соболезнования погибшим и пострадавшим в ходе этой бойни. Совершенно никчемной, дегенеративной и непонятной. Потому что в Австрии никто никогда не публиковал никаких карикатур религиозного толка. При чем здесь Австрия? И я до сих пор не понимаю, объясните мне, при чем здесь Франкфурт-на-Майне, где около 500 молодых людей явно восточного происхождения устроили беспорядки? При чем здесь православный священник, застреленный в Париже? Православная церковь никоим образом не одобряла никогда вот таких религиозных издевательств. Мир сошел с ума, и все весьма печально. В этом плане мы погружаемся в вяло текущую Третью мировую войну. Что ж, еще раз подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите мой труд, друзья, я в этом искренне нуждаюсь совершенно. А Никол Пашинян вот так вот, да. И Армения на самом деле сейчас в настоящий момент фактически брошенная оказалась. Несмотря ни на что, ни на какие отношения. И Армения на самом деле начинает проигрывать. Доброго дня, друзья. Помогай нам всем Бог.